Привет, мои хорошие! С вами Селена Све и ваш любимый Фикс Прайс! Наконец-таки, наконец-таки Фикс Прайс услышал мои молитвы. И он нас радует все время новиночками. Смотрите, я купила новые, сейчас как раз-таки будут отсвечивать, вот такие вот, мне очень понравились сумочки. Как бы вот вам буду показывать, так что подсвечивала на меня. Нет, все равно заберет весь свет. В общем, вот такие сумочки... Не забирайте мой свет! Серебристая, с черными ручками. Они большие, такие достаточно емкие. Мне прям очень нравится, потому что вот эти серебро, золото. И золото, оно, знаете, не золото немножко такое идет, не знаю, как вам, вот так показать. Оно не золото, а оно такое золото с какой-то теплинкой, что ли. В общем, такое нежное золото, как с бежевинкой, да, золото с бежевинкой. То есть не прям золото-золото, как вот, например, была у них косметичка такая золота. И очень крутые сумочки, просто вот так вот их одеваешь, да. Или с собой, что-то вещи туда набросал, куча. Они очень вместительные, они очень большие. И я себе взяла и золотую, и серебряную для того, чтобы носить под разные одежды. Потому что у меня будет серебряный костюм. И вот, знаете, взяла сумочку какую-то свою, да, и напихать, допустим, там вещи те же, не знаю, куда-то сходить, чтобы стильненько все это смотрелось. Они очень классные, реально очень классные. Мне прям вообще понравилось. Я взяла себе. И они стоят всего 55 рублей. Не 99, не 77, как, например, вот эти вот косметички. Я на них буду скоро делать в Инстаграме у себя. Уже часто спрашивают конкурс, когда будет, когда будет. Да, будет конкурс на эти косметички. Я просто хотела сказать, что я нашла еще вот такой цвет. Фиолет, я покажу предыдущие, которые. Это вот они у нас, предыдущие. Розовенькая вот такая, беленькая с черной. Разные надписи, здесь красненькая. Я уже своим подружкам подарила, купила. Я куда заходила, я сразу все брала вот так пачками. И вот такая фиолетовенькая, вот такие четыре. Вот. Я планировала делать на две из них конкурс. Ну, я не знаю, не знаю, не знаю. В общем, я думаю еще, насколько косметичек, потому что одну из них хочу оставить себе. В общем, на них они очень классные. Если вы их найдете, берите, потому что они реально классные. У них вот такие прозрачные ручки. Розовенькие или серенькие. Вообще, ну, классные. И их легко мыть. И вообще, они должны, мне кажется, быть у каждой девушки. Они стоят 99 рублей. Вот они, по-моему. А, нет, 77. 77. 99, это что-то другое. Это пакеты розовые. В общем-то, вот такие вот. Сейчас конкурс на них не буду делать, потому что совсем недавно прошел конкурс. И в инстаграме у меня только что был конкурс для ростовчан. Сейчас чуть-чуть пройдет время. И не переживайте, я сделаю конкурс на эти косметички. Также, что также? Топики. Они, так как они портятся постоянно, они постоянно со мной. И я все время беру свеженькие, желтенькие, зелененькие. Взяла мой размер 42. Я беру идеально. 44 большеват, 40-ой вообще прям давит. Также я взяла носочки. Вот такие вот персики. Мне очень нравятся зубей. Единственное, что они тоже со временем кошлатятся. Но носки это вообще такая вещь. Знаете, вот подарок всегда. Классные носки какие-нибудь крутые. Прям дарите смело. Я, кстати, на Дубровке в Москве где-то покупала такие носочки. У меня даже баночка где-то осталась. Они в такие же железные баночки. Там написано Бербери Армани или еще что-то. Ну, очень прикольно. Очень стильный такой подарок. И носочки плотные. Кстати, очень хорошие. До сих пор они у меня где-то лежат. И баночка тоже лежит железненькая для того, чтобы пригодилось что-то куда-то. Еще новиночка. Я купила вот такую вот кофточку. Причем только в одном цвете коричневом я увидела. И мне понравилась вот эта сеточка. То есть вот она коричневенькая. Я думаю, ну, она подойдет под что-то. И у меня есть коричневое украшение. И если одеть с пушапом хороший лифт такой, да, то здесь будет прям прозрачненько вот так вот. Мне кажется, очень красиво. Такая коричневая, темная. На бретельках. По-моему, это вообще хлопок даже. И я не помню, за сколько я ее купила, если честно. 42-44, 95% хлопок. Вот мне она очень понравилась. Я прям для видео ее специально брала, чтобы что-нибудь красивенько одеть. Но она была одна. И, честно говоря, еще в других фикс-прайсах я была. В Александровке. И еще где-то я больше таких не видела. Так что если я найду еще какой-то другой цвет. Белый, голубой. Я обязательно возьму. Также давно не видела. И вот они появились. Это вообще супер классная вещь. Ой, простите. Испугалась. Простите за то, что я испугалась. Это вот такая вот штучка. У меня в одной такой зелененькой. Зеленый вообще очень классный цвет. Лежат детские игрушки. И всегда, когда мой малыш уже ложится спать, я быстро собираю все игрушки. И она вот стоит очень красивенько, стильненько. И вот такую я хотела взять. Мне еще нравится, что она очень компактно собирается. И такую же я хотела взять. Здесь даже кармашек. Для чего-нибудь. Для мелких игрушек. И ручки. Да. Очень удобно. Хотела такую взять для грязного белья. Но во всяком случае, в любом случае, она мне пригодится для чего-нибудь. Вот она раз и собралась. Все. Очень компактно. Ну, чем-нибудь тут ее надо. Чтобы она не разбиралась. Чтобы она не разбиралась. В общем, у нас были только фиолетовые, зеленые и красные. Это я брала в Александровке, девчонки. Если кто-то с Ростова. Короче, как-то ее надо здесь сделать. Сделаем потом. Также мне очень нравятся вот такие вот детские книжечки. Моему ребенку очень понравилось. Я прям даже раскрою. 99 рублей стоит. Что очень удобно, что ребенок просто вот ее грызет. Он с ней может в огонь и в воду, как вы понимаете. Ну, не в огонь, в воду я имею в виду купаться. Она меняет свои цвета. То есть, если намочить, у меня воды нигде нет. Она поменяет цвет. Она здесь будет красненькая, там оранжевенькая, да. Вот звездочки. У нас есть, у нас там какой-то кораблик нарисован или что-то. А здесь вот рыбки. И я посмотрела, что там даже они тематические. Моему ребенку очень нравятся книги. Он может зависнуть вот так вот и листать их. Еще он ее грызет. И она так плотно сделана. Вот, например, бумажные, когда он грызет, все равно бумага, она как-то расклеивается. И потом я у него изо рта кусочки этой бумаги вытаскиваю. И поэтому я уже попрятала все книжки, пока он их еще тащит в рот. А вот эту книжку он все время тащит в рот. И все с ней хорошо. И мне не страшно, что где-то что-то она грызет. Она очень хорошо и плотненько сделана. И ему нравятся эти картинки. Ну и хорошо, что ее в воду себе можно брать. В общем, тематические там разные есть. Еще здесь что-то написано. И вообще, когда я открываю... А, у нас колобок. Когда я открываю, вот так и начинаю. Глаз устрицы больше, чем ее мозг. Ну так у нас про колобка. Это здесь написано. А у нас про колобка. И он сразу так улыбается, смотрит, радуется. Я решила взять ему просто другие картинки. Я думаю, он поймет. Что я еще взяла? Вот что-то новенькое появилось в фикс прайсе. Это что-то для раскрашивания деткам. Кстати, оно, по-моему, не запечатанное. А, нет, запечатанный набор. Вообще, я взяла моему ребенку это еще рано. Я думаю, что это как раз таки будет для моей племянницы. Здесь две дощечки с разными картинками. Вот здесь, например, смотрите. Мальчик с девочкой. Видите? Здесь карандаши. Очень классные. Тем, что они, как я понимаю, не особо сильно крошатся. Это масляные карандаши. И ими можно рисовать как вот так вот. Видите? Просто рисовать. Так и ложить горизонтально его. И, видимо, делать какую-то... А, нет! Это черный карандаш так кладется для того, чтобы контур был. Вы поняли? А цветными мы раскрашиваем внутри. Ой, вообще, это очень клево. Я сама, честно говоря, пораскрашивала. Я думаю, что просто это... Знаете, вот я люблю делать подарочки своим любимым. Ну, каждый день, там, раз в недельку. Не обязательно на праздники. Просто вот взял и сделал подарочек. Приятный ребенок сидит, раскрашивает. Я с удовольствием даже с ней посмотрю, как она это все делала и раскрасила. Так что это мои племянницы. Мне нравится. А себе я взяла вот такую штучку. Вообще, у меня был где-то такой фломастер. Но я решила такую взять, потому что все время я теряю эти бумажки. Я вот, знаете, максимум, что могу записать... Вот у меня везде по всему дому лежат вот такие вот стикеры. Постоянно я запишу. Именно я выбрала список дел на день. Потому что я не планирую так далеко, как на неделю. Стоит 55 рублей. Я планирую всегда именно на день. И вот, смотрите, здесь оказывается их три штуки. Магнитные. Здесь вот у нас не забудь то, что нужно не забыть. Здесь у нас послание любимому. А здесь у нас список на сегодня. И у меня холодильник как раз-таки очень удобно так расположен. Я всегда все вижу. И будет очень классно, например, планы на сегодня. Вот сегодня у меня там записано. Снять видео. Fixed price. Давайте напишем. Вот оно все пишется, делает. Так. Мастер пишем. Fixed price. Fixed price. Вот такое дело у нас. Fixed price получилось. И все. Когда я закончила, как, например, вот сейчас, да, я взяла такая и стерла. Ой, замечательно. Вообще. А вот эта штучка тоже на магнитике рядом. Вообще. Класс. Я довольна. Я рада. Вот такой у меня теперь есть набор. Нет. Также я взяла вот такие вот тряпочки. Я вообще обожаю вот такие тряпочки. Здесь их раз в четыре-пять разноцветных штук. Я вообще люблю, кстати, вот такие тряпочки и вот такие губки. Я их постоянно меняю. У меня одна губка примерно там, ну, на неделю, на две, может быть, по мере загрязнения. Если она уже такая загрязнилась немножко, то я ее выкидываю. И мне нравится, что они разноцветные. Я вам говорила, что я такой непостоянный человек. Я люблю разнообразие, поэтому я люблю. Разного цвета тряпочка создает какое-то настроение. И другого цвета губка тоже создает какое-то другое настроение. Поэтому я всегда меняю, у меня всегда это есть. И фикс прайс меня радует, что у них всегда это все есть в наличии. Также я покупаю мусорные пакеты. Вот это у нас в туалете всегда мусорный пакет в корзине. То есть это для памперсов, для всех делов. И еще, просто я давно не показывала вам, что я покупала пакеты. Я покупаю вот такие пакеты для мусора с ручками. Мне очень нравится. Единственное, что я бы хотела, чтобы они были плотнее. Но в любом случае с ручками очень классно. Потому что, когда мы, например, во дворе выставляем наш мусор, очень хорошо его запечатать нужно. И благодаря этим ручкам очень классно можно его завязать. И потом не брать за весь пакет, а брать чисто за ручки и выносить куда-то. Но я взяла вот 15 штук на 60 литров. Завязочка. Мне нравится. И вот такие пакетики тоже у меня закончились. Это обычные пакетики такие. У меня уже один-то, по-моему, остался. Всегда. Я постоянно их выбрасываю. Я их не собираю. Я все время отрываю новые. Например, в тарелке осталась еда. Я ее не просто в холодильник ставлю. Я ее ставлю в пакетик. Потом этот пакетик выкидываю. Колбаска. Я ее разрезала. Все. В пакетик. Сырок. В пакетик. И все у меня все время в пакетиках. И потом я эти пакетики не оставляю, не мою, не храню, не сушу. Я их просто выкидываю и использую новые. Стоят они недорого. И почему бы и нет. Также я купила еще две плойки. То есть одна плойка у меня. Она очень удобная, очень классная. И я думаю, что... Знаете, когда в фикс прайсе уже ничего такого, может, интересного не будет, я эти плойки разыграю. Не знаю, когда я хочу их оставить. Потому что слишком много конкурсов. Я и так уже слишком много потратила на отправки. Еще даже не дошли эти призы с прошлых конкурсов. Должно пройти время. Но знаете, что у меня будут скоро конкурсы в инстаграме на вот эти вот классные косметички. У меня будет конкурс, мне предложили на плойки. Я обязательно сделаю. Это все лежит и ждет вас. Только, пожалуйста, не спрашивайте у меня, когда-когда. Ответ скоро. Также я взяла батарейки. Гля, оказывается, я взяла батарейки. А я взяла еще. В пятерочке взяла еще. Так что у меня вот такие четыре. Еще с пятерочкой четыре. Energy. Кстати, будет еда сейчас. Вот я еще в пятерочке взяла. Это не фикс прайс. Я забыла, что я взяла в фикс прайсе. И также еда. А, нет, еще я взяла вот такие вот. Чтобы в коляске валялись. Потому что сейчас мой малыш уже ходит. И я его веду куда-нибудь в достаточно чистое место. Он там ходит, топает, падает на жопу, руками все. И в конце, потом, когда я уже сажаю его в коляску, мы едем домой, я ему протираю ручки. И вот такие маленькие салфетки, конечно, очень удобно с собой. Они реально классные. У меня валялись там какие-то дурацкие салфетки. Я три салфетки испробовала, ничего не стерли. Руки не очистились. Вот эту новую открыла просто. Очистила с одной салфетки все. Еще у меня магнит какой-то дали. Служба ремонта. Не знаю. Итак, еда. Я взяла вот такие салфетки. Хочу с вами их попробовать. Значит, смотрите. Ну, киткат я пробовать не буду. Я знаю. Его я купила в фикс прайсе. Я люблю киткат. И я люблю именно его широкую. То есть, однажды я купила... Ой, он уже у меня подставил. Надо в холодильник положить. Однажды я купила просто, знаете, есть такие большие киткат. И это не то. Совершенно другой вкус. Здесь более такой аккуратненький. Более такое все классненькое, мелкое. Поэтому я люблю киткат вот такой широкий. Покупать мелкий. Дальше я купила вот такие вот. Тоже достаточно известная фирма. Это, наверное, это конфетки какие-то. Да, это сосательные конфетки. Они без сахара. Надо будет их попробовать. Я попробую сейчас. Дальше я взяла Колумба. Итальянский десерт. Ой, мне кажется, я его уже пробовала с мамой. Блин, оно все рассыпалось у меня. Развалилось тут. Да, мы с мамой его пробовали. Короче говоря. Надо вот видео на маму, кто не видел мою еще. Мы с ней как-то снимали однажды фикс прайс. И когда я ела что-то, я сначала пробовала, а потом давала ей. И мне все говорили, что ты такая некультурная. Почему ты вперед не даешь маме? Я объясняла, что фикс прайс это такая непредсказуемая вещь, что прежде чем дать это моей любимой мамочке, я обязательно должна попробовать сама и предупредить ее о всех моментах, которые ее могут ожидать. А, например, когда мы с подружками что-то снимали, мне прикольно было посмотреть. Все-таки мы одногодки, ничего страшного. Чего переживать, ничего не случится. Я давала все вперед подругам своим. Давайте. Пробуйте, рассказывайте мне. В общем, этот десерт, но он такой, не чешный как-то. Не чешный. Блин, он развалился мне весь. И вот такие вот печеньки, я хотела попробовать их. Оле-оле, с кокао. Откроем. Блин. У меня платье все грязное теперь. Вот такие печеньки. Где какао? Развалилась. Вот такие печеньки. Они развалились у меня. Попробуем. Кстати, вкусненькие. Я же должна все попробовать. Все, у меня сейчас все скипнется. Я помню этот десерт, но я его покупать больше не буду. Он как бы неплохой, но, знаете, немножко не мое. Я не люблю такие вот, да. Вот оно должно быть супер мягкое, чтобы я прям брала. Вот оле-оле неплохие. Можно было бы еще раз взять. Но я больше люблю, допустим, юбилейное печенье, к примеру, обычное. В общем, стоит попробовать вот так. Я не скажу, что это что-то ужасное, не берите невкусное. Нет, стоит попробовать. Кому-то может понравиться. Сейчас попробуем из сула, здесь написано. Без сахара конфетки. Написано с витамином С. Мультивитамин. Здесь банан, апельсины, киви, ананас. Очень вкусные на самом деле. Свежие, считай. 08-06-2017 годный до 2019. Два года. В общем, вот эти мне нравятся конфетки. Их я буду брать. Хотя я не очень люблю сосадки на конфеты. Но эти можно брать постоянно. В общем-то, все, что я вам хотела показать. Все, что я купила в фикс прайсе в этот раз. Так что ждите конкурс. И все будет всему свое время. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Не упустите новые видео. А я с вами прощаюсь. До следующего видео. И всем пока-пока. Пока-пока.